Бронза Горуны и с прицелом еще на три награды. Итоги дня на АИ-2020. Сегодня, 6 августа, медальная копилка Украины на Олимпийских играх 2020 пополнилась уже десятой бронзой. Всего украинские спортсмены завоевали 14 медалей. Подробнее о выступлениях украинцев в материале РБК Украина. Медальное карате. Продолжил почин Анжелики Терлюги в карате и Станислав Горуна. К Олимпиаде он подходил в статусе действующего чемпиона Европы, а поэтому и надежды на медаль на него возлагались серьезные. Групповой этап украинец прошел, хотя. И не без проблем, две победы, одна ничья и одно поражение. Но медаль себе уже гарантировал. Мог он ее улучшить, но одолеть в полуфинале итальянца Луиджи Бусу не смог. К слову, именно Буса и стал олимпийским чемпионом. Думаю, что эмоции более положительные будут завтра. А сегодня я чувствую разницу между ожидаемыми и заявленными результатами, и тем, что имею. Хотя думаю, что как для спортсмена-любителя это достаточно неплохой результат. Можно улыбнуться от поражения в полуфинале, заявил после боя Горуна. Также в карате среди женщин выступала наша Анита Серегина, до 61 килограмма. Но пробиться в полуфинал у нее не вышло. Лишь одна победа при двух поражениях и одной ничьей в группе. Прицел на очередную медаль в артистическом плавании. Команда Украины, в которую входят уже бронзовые медалистки Токио в паре Марта Федина и Анастасия Савчук, также претендует на медаль. После технической программы украинки идут третьими, опережая японских синхронисток почти на бал. От первого. Места Украина отстает более чем на три балла. Завтра состоится произвольная программа, и по итогам двух выступлений будут определены медалисты. Последняя надежда на медаль в борьбе. Последняя представительница Украины в борьбе Оксана Левач до 50 килограммов. Выиграла первую схватку, однако в четвертьфинале уступила китаянке Янань Сунь. Но шанс побороться за медали украинки будет, так как китаянка пробилась в финал соревнований. Завтра на Левач ждет схватка за право бороться за бронзу в утешительном финале. Сперва нашей спортсменке нужно одолеть кубинку Гузман Лопес. Гребля. Олимпийская медалистка Токио в одиночке Людмила Лузан теперь нацелилась на награду в двойке Каноэ вместе с Анастасией Четвериковой. Украинки выиграли свой квалификационный заплыв и сразу прошли в полуфинал соревнований на дистанции в 500 метров. Поддержали девушек и мужчины. Павел Алтухов и Юрий Вандюк, хоть и со второго квалификационного заплыва, но все же пробился в полуфинал на дистанции в 1000 метров на Каноэ-одиночке. Также не без проблем в полуфинал прошли и наши байдарочницы в четверке на 500 метров. Мария Кичасова-Скорик, Людмила Куклиновска, Анастасия Тодорова и Мария ПВХ. Сперва украинки заняли последнее место в предварительном заплыве, но в четвертьфинале были уже третьими. Все полуфиналы и финалы в Гребле состоятся завтра, 7 августа. В полуфинал в 15 лет. Отлично выступил в квалификации прыжков с вышки 10 метров Алексей Середа. Украинец занял шестое место и уверенно пробился в полуфинал соревнований. А ведь ему лишь 15 лет. Правда, от тройки лидеров Середа отстал значительно, у украинца 435,90, тогда как у представителя Российского Олимпийского комитета РОК Александра Бондари, 513,85. После квалификации Середа признался, что цели взять медали, у него нет. Не ожидаю от себя каких-то медалей. Ожидаю от себя хорошее выступление и все. Не могу надеяться на медали, потому что там очень сильные соперники, а я еще в юном возрасте и мне еще с ними трудно. Бороться. Мы не ставили особого задания. Попасть в финал было бы хорошо. И показать хорошее выступление, отметил украинец. Полуфинал и финал прыжков в воду пройдут завтра. Велотрек. Сегодня состоялись два этапа квалификации в женском спринте. Здесь Украину представляли две спортсменки, Любовь Басова и Елена Старикова. Басова с двух попыток не смогла пройти в одном дробь 16 финала. А вот Старикова выиграла оба заезда и завтра будет соревноваться за выход в четвертьфинал С. Олимпийской чемпионкой Токио в Кейрине Нидерландкой Шон Браспеннингс. Художественная гимнастика. Обе украинки Виктория Анаприенко и Кристина Пограничная пробились в финал индивидуального многоборья. Украинки в квалификации показали 9 и 10 результаты, став последними финалистками. Они набрали 95,45 и 93,10 балла соответственно. Финал соревнований состоится завтра. Спортивная ходьба. Сегодня состоялись два старта, 50 километров у мужчин и 20 километров у женщины. На каждой дистанции Украину представляли по три спортсмена. У мужчин лучший результат показал Марьян Закальницкий, 25 место. Валерий Литонюк пришел 39-м, а Иван Банзерук не финишировал. У женщин лучшей среди украинок была Мария Сахарук, 19 место. Анна Шевченко пришла 27-й, а Людмила Аляновская 43-й. Звездочка, звездочка, звездочка. За два дня до завершения Олимпиады Украина имеет в своем активе 14 медалей, 1 золото, 3 серебра и 10 бронз. Озвучено Яндекс Пичкайт. В медальном рейтинге Украина идет на 40-м месте, но по общему количеству медалей мы 16-е. В тройке лидеров по-прежнему Китай, США и Япония.